Ребята, всем привет! С вами снова я, Юля, и наконец-то я записываю это видео после длительного отсутствия. Я очень за вами скучала, за комментариями, за видеосъемкой, вообще за всем этим процессом. И очень рада, что наконец-то у меня получилось записать этот ролик. А вообще в начале этого года у меня появился новый телефон, и наконец-то там я могу использовать все функции Инстаграм. И как раз из-за этого я и стала больше внимания уделять этому приложению. Можно даже сказать, просто там зависла, каждый день, практически каждый день добавляла истории. Так что если вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят на моем канале, в моей жизни, то добро пожаловать в мой Инстаграм. Я там подписана точно же так, как и здесь, Камелия8885. Также у меня есть еще и второй мыльный Инстаграм. В общем, все ссылочки, как всегда, оставляю под видео. А сегодня я вам хочу показать свой огромный заказ Faberlic. Он очень интересный. Там будут косметика, одежда, товары для дома. Но перед тем, как мы начнем, вы должны кое-что увидеть. Смотрите, какая красота. Вот столько снега появилось буквально за ночь. И за счет того, что плюсовая температура, он красиво окутал ветки деревьев. Сейчас досниму это видео и побегу наслаждаться этим волшебством. И первое, что я вам хочу показать, это две такие новиночки. Помада абсолютного увлажнения. Я сразу взяла два оттенка, потому что не могла выбрать, какое мне нравится больше. Я уже приготовила для вас маленький кусочек видео. Сейчас вы увидите свочи. Первый оттенок, который я наношу, это 493. У него более такой коралловый потон. У второго оттенка 485. Холодный розовый потон. Вот именно этот второй оттенок мне понравился больше. В этой помаде присутствует серебристый мелкий, можно сказать, незаметный глиттер. Но за счет этого она блестит на губах. И эта помада очень похожа на блеск. И использовать я ее буду в качестве блеска. Потому что я считаю, что в качестве полноценной помады она не подходит. У нее полупрозрачная текстура. У меня есть много классных помад от Faberlic. И эту я буду использовать как блеск. И скорее всего исключительно летом. Она хорошо увлажняет губы. Как я уже сказала, хорошо блестит. Потому что зимой она будет подчеркивать какие-то шелушения и неровности. Мне больше понравился второй оттенок. Он более такой жирный. И лучше ложится на губы. Чуть не задохнулась. Еще у меня есть горячее обертывание для поврежденных волос. Этот продукт я вообще, честно вам скажу, даже не собиралась брать. Но после того, как прочитала очень классный отзыв, даже несколько отзывов, то есть решила все-таки взять. В общем, курс рассчитан на 4 недели. Все зависит от того, насколько у вас повреждены волосы. Можете посчитать, насколько вам хватит этих тюбиков. Я еще ничего не тестировала. Давайте сейчас посмотрим, какая у этого средства консистенция вообще. Какого оно хотя бы цвета. Такого молочного, видите? В общем, это средство нужно наносить на влажные волосы, подсушенные полотенцем. Хорошо нагреть голову, волосы феном и подержать 15-20 минут. Можете посчитать инструкцию. И производитель обещает эффект просто вау. А вы знаете, что жидкого мыла много не бывает. Поэтому я взяла сразу 3 штучки разной ароматы. Меня удивило то, что я думала, что эта баночка круглая. Но, смотрите, она оказалась вот такая, немного сплюснутая. Значит, первый аромат это киви и авокадо. Я уже нюхала, но забыла. Больше все-таки киви напоминает. Но это, понятно, дело авокадо все-таки, как ни крути, запаха нет. Смородина Таужина. Смотрите, как здесь нечетко написано название. Я сразу даже не поняла, что это такое. Очень, кстати, классный аромат такой спелой-спелой черной смородины. И вот это жидкое мыло мне понравилось больше всего. Значит, здесь у нас манго и папайя. Это просто идеальный, сладкий, аппетитный аромат манго. Это мыло мое самое любимое. Очень понравилось. И следующее, что у меня здесь есть, это два таких замечательных геля с клубничным соком и со свежающей мятой. Немного забыла название. Ребята, в общем, эти гели мне очень-очень нравятся. У них абсолютно нехимозные ароматы. Этот пахнет вот именно клубникой со сливками. А этот пахнет сладкой-сладкой мятой. Я полюбила их за запахи и за то, что они не сушат кожу, прекрасно пенятся. В общем, теперь это моя любимая линейка. И следующее, что у меня здесь есть на полочке, это умывалочка. Я взяла сразу две, потому что единственный минус этой умывалки, она очень быстро заканчивается. Малюсенький объем всего лишь 75 мл. Но я люблю ее за то, что она очень хорошо очищает лицо. Это нежная-нежная пенка. Вот с таким дозатором. Нужно массировать хотя бы минуту, но лучше 2-3. И я заметила, что когда я пользовалась этой пенкой, у меня исчезли все черные точки. Кожа лица стала намного лучше, чем была. И когда я ее перестала пользоваться, у меня перерыв где-то был, наверное, месяца 2. Я пользовалась другим средством. Так вот, у меня опять появилось очень много черных точек, расширенных пор. В общем, я поняла, я сделала вывод, что эта пенка очень все-таки хорошо помогает добиться ровного цвета лица. А теперь, внимание, если вы не хотите нарушить свою психику, то посоветую вам удалиться хотя бы на 2-3 минуты от экранов. Потому что то, что я вам сейчас покажу, может вызвать у вас действительно психическое расстройство. Но, ребята, на самом деле я шучу. Показать я вам хочу нижнее белье, а именно трусы. А дело в том, что в предыдущих моих видео реакция на нижнее белье очень неоднозначная. Было много протестов, что его нельзя показывать, что это стыдно, фу, позорно. Мне кажется, это очень странным. В общем, коллекция Флоранж. Эти трусики в размере XS. Если они вам кажутся таким большими, на самом деле это не так. Размер идет в размер. Они просто высоки. Значит, состав здесь вот такой. 93% хлопок и 7% эластан. Такой состав для зимы просто идеальный. Мне кажется, для зимы белье должно быть теплое и натуральное. Эти трусики мне понравились тем, что у них удобная резинка. Широкая, абсолютно не давят. И вот эти вот боковые резиночки, смотрите, тоже сделаны очень качественно. Они мягкие. В общем, ничего никуда не вырезается и не давит. И вот такая приятная салатовая расцветка. На коллекцию Флоранж были хорошие большие скидки. Поэтому я решила взять еще вот такую маечку. Она очень классная. Смотрите состав. Если я не ошибаюсь, 95% вискоза, 5% эластан. У нее очень нежная ткань. Вот немного даже просвечивает. Но на теле этого не видно, не переживайте. И также меня порадовало качество кружева. Смотрите, какое оно классное. Все аккуратно сделано. Нигде не торчит ни одна ниточка. Вот такие шлейки. Регулируются. Я ее не стала одевать на голое тело. Но чтобы вы имели представление, как она сидит на фигуре, показываю. Вот так. Делаю на кофту. Немного свободный размер XS. И еще у меня здесь осталось несколько продуктов. Вот этот двухфазный питательный спрей я уже беру во второй раз. Сейчас расскажу почему. Значит, он подходит для всех типов волос. Наносить нужно на влажные волосы. Сбалтывайте и распыляйте. На корни не наношу. И что дает этот спрей? Во-первых, волосы очень легко расчесываются. И во-вторых, секущихся кончиков стало меньше. И вообще качество волос лучше. Напоминает жидкое золото. Имеет приятный аромат. Липкопленки на руках не остается. Блесток нет. Но это средство для ванной комнаты. Мне нравится. Люблю его за то, что не воняет. Обычно средства, которые продаются в магазине, ох, воняют. У меня сразу начинается насморк. Это имеет такой легкий-легкий аромат. И здесь у меня концентрированное средство для мытья посуды. Спелое яблоко. Вы его разводите с водичкой и моете посуду. Можно даже мыть фрукты и овощи. Очень приятный аромат. Мне нравится. Я только что сверилась со своим списком. И, конечно же, я вам кое-что забыла показать. А вещь, между прочим, очень классная. Это вот такие теплющие леггинсы из хлопка 200 Ден. Показываю вам коробочку поближе. В размере XS. И цвет. Вот, смотрите, темно-серый меланж. Я вам скажу, что у меня рост 1,73 м. И леггинсы оказались совсем немного длинными. Но это особо незаметно. Просто я к тому, что если у вас рост 1,70 м и вы худает, то они на вас, я думаю, точно подойдут. Но на 1,68 м это 100%. Бедра тоже очень хорошо тянутся. А вот резинка, я бы не сказала, что она тугая. Вот, смотрите, она, в принципе, тянется нормально. Но я не люблю, когда мне что-то давит в живот. Она вот прямо заканчивается. Они не заниженные. То есть они не на бедрах. Она заканчивается на уровне где-то под ребрами. И немного все-таки давит. Но я надеюсь, что со временем потянется. Самое главное в этих леггинсах это начес. Девчонки, смотрите, какой он классный. Этот начес еще круче, чем в колготах. Очень теплые леггинсы. И на ножках вот внизу вот такая вот строчка. Тут как бы подворот. Это все красиво смотрится. Не обрезано, не обрубано. Качеством довольно. Оно просто замечательно. Ну а теперь это точно был весь мой заказ по каталогу Фаберлик. И буквально только что мне в голову пришла такая идея. В своей группе ВКонтакте провести голосование. Обязательно перейдите. Группа. Это группа канала. Если у вас нет ВКонтакте, то напишите в комментариях, какие видео на вам канале вы хотите видеть следующими. Дело в том, что у меня очень много идей. Кому-то нравится маловарение. Может быть, вы хотите видеть какие-то DIY, что-то с своими руками. Может быть, кто-то хочет видеть лизуны. Или же какие-то открытки к 8 марта, к 14 февраля. В общем, напишите, что вы хотите видеть дальше на моем канале. Ну а с вами была Юля. Я желаю всем классного зимнего настроения. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok